Добрый день, коллеги! Меня зовут Петр Анатольевич Степичев. Я доцент кафедры английской и межкультурной коммуникации Института иностранных языков Московского городского педагогического университета. И сегодня мы поговорим об инновационных способах обучения грамматике. Не могу сказать, что грамматика — это блюдо, которое нравится всем. Без методических приправ и специй это блюдо, в принципе, плохо переваривается школьниками. Поэтому сегодня в нашем с вами меню будут те интересные, любопытные технологии, которые помогут школьникам более успешно переваривать грамматическое знание. В этом плане я совершенно согласен с Анатолием Францем, который утверждал, что чтобы успешно переваривать знание, надо поглощать его с аппетитом. Собственно говоря, первым пунктом нашего методического меню будет разработка граммик. Граммик — это способ визуализировать те таблицы и схемы, которые мы все знаем по школьным учебникам. Часто те правила, которые заключены в эту одну модель, разведены по разным отдельным табличкам и схемам в учебниках и не воспринимаются как система. На самом деле идея соединить это и фактически дать в руку ученикам некий инструмент пришла именно благодаря такой попытке визуализации теоретического знания. Давайте посмотрим, как это работает. Здесь всего 16 граней, 16 слов. И из этих 16 слов можно сделать 364 предложения. Фактически, когда на занятии я говорю ребятам, что мы за сегодняшнее занятие научимся строить 364 предложения, они удивляются. И это первая очень важная стадия интереса. К сожалению, если в условиях классического объяснения тех или иных грамматических явлений удивление не то, что не наступает, а порой наоборот выступает некоторое отторжение, то здесь изначально наше занятие начинается с акта удивления. Это очень важно. Посмотрим, как работает граммик. Грамматический исследовательский кубик. Если мы закроем все грани, кроме последней, мы получим повелительное наклонение. Play – играйте. Eat – кушайте. Read – читайте. Help – помогите или помоги. По-русски у нас форма повелительного наклонения вежливая и, собственно, форма на «ты». А в английском языке это, в общем, только один глагол. Если мы возьмем две грани грамика, то мы получим утвердительное предложение. We read – мы читаем. We help – мы помогаем. I play – я играю. They read – они читают. Далее начинается наиболее интересная часть. Дело в том, что в русском языке очень большую роль играет интонация. Например, ты помогаешь. Ты помогаешь? Мы можем даже спросить таким образом, что это будет фактическое отрицание. Ты помогаешь? А в английском языке интонации одной недостаточно. Да, она тоже есть, собственно, присутствует, да? Но англичане не могут обойтись без каких-то вспомогательных средств, без вспомогательных глаголов. И в данном случае, открывая еще одну грань, мы получаем «do you help?» – «ты помогаешь?» Далее, меняя одну единственную грань, мы получаем фразы «ты помогал?» – «did you help?» «Ты будешь помогать?» – «ты поможешь?» – «will you help?» Вот здесь получается, мы переходим от буквального «ты поможешь?» – два слова, да? – к английскому «will you help?» То есть мы уходим от дословности перевода, потому что наш главный враг – это дословность. Сейчас ученики у нас пользуются электронными переводчиками, да? Видят два слова и также два слова и переводят, да? А эта модель дает представление о том, что в английском все по-другому. Это такой посредник между русским языком и английским, да? А также четвертой гранью здесь дан популярный модальный глагол «can you help?» «Ты можешь помочь?» Вместе все вот эти три грани составляют общий вопрос. То есть те вопросы, на которые можно ответить «да» или «нет». Ну и, наконец, мы берем весь граммик целиком. Если мы берем его целиком, то мы получаем предложение, например, «How will you help?» – «Как ты поможешь?» Или «Why did they help?» Почему? Они помогли. То есть, на самом деле, получается, что мы можем, манипулируя элементами, создавать самые разные предложения. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!